Привет, друзья! Меня зовут Колман с возвращением в Dying Light 2 Stay Human, и мы с вами продолжаем. Итак, идемте к антенне, или к чему там нам нужно, чтобы активировать зону действия, зону покрытия радиочастот. Хм, тут ветряк что-ли не активирован, или здесь бандиты? Что-то я не понял. Фрэнк хочет восстановить ночных бегунов. Да не-не-не. Интересно, что из-за этого выйдет. Здесь выжившие хорошо. Фрэнк? Ну и подъемчик. Да, БГМ специально сделали так, чтобы до них было трудно добраться. Защита такая. Но для тебя, Эйден, это пара пустяков. Конечно, блин. Я же на телебашню залез. Самый первый. Так что... Как-нибудь сберемся. Тирожопые ВГМовцы. Выше, ниже. Все равно доберусь. Так. Нет. Назад. Тихо-тихо-тихо-тихо. Спокойно. Вот, теперь-то у меня есть крюк. Могу переместиться. Отцепляемся. Ого. Простак. Ладно, простачок. Но брать тебя не буду. Ух. Поехали. И выше, и выше, и выше. Да, блин. Поехали. Давай. Нормально. Радио вышка, но от луп. А чтобы было, я ее активировал до того, как идти к Фрэнку. Дневник ночного бегуна. Кстати, мы же не слушали. Ну-ка. По этим документам можно проследить за жизнью Антона Новака, молодого ночного бегуна. В первой записи Антон рассказывает, как его забывал Киллиан. Меня зовут Антон Новак, и я стану ебучей легендой! Прости, я не издержался. Это я для тебя записываю, баб. Хочешь секрет? Зуб даю, тебе сейчас станет то, как стыдно. Ты мне всю жизнь долдычил, что я ни на что не годен. Но потом я стал миротворцем. И что ты тогда сделал? Назвал меня предателем? Снисходительно растолковал, что миротворцам плевать на нас, жителей базара. Спасибо за поддержку, пап. Мне ни на кого не плевать, слышишь, пап? Я тебе покажу, на что способен. Сегодня один незнакомый парень ко мне подошел. Сказал, мол, если я хочу геройствовать, то я не в том месте. Сказал, у меня есть потенциал. От тебя я такого в жизни не слышал. Он назначил встречи на крыше старой ткацкой фабрики в полночь. И вот я тут торчу, как придурок. Что я тут забыл? Может, хотел тебе что-то доказать? Хотел, чтобы ты увидел... Вот, бля, какого... Там мужик между займи прыгает, как странный пацан! Бля, бля, бля! Нельзя попадаться на глаза! Выходи, пацан! Я знаю, что ты здесь! Я Киллиан! Так... Номер пять. В пятой записи Антонов рассказывает о первой вылазке в темную зону и своих подвигах как новичка-бегунов. Привет, пап. Сегодня мы с Киллианом спасали гражданских из темной зоны. Помнишь, я говорил? Это была моя первая темная зона. И все вроде ничего. Вот только один момент. Мы вытаскивали мать с детьми, которые оказались там в ловушке. И... Не знаю, что он меня нашло. Меня... Потянуло пойти дальше. Я не мог остановиться. Хотел спасти еще одну семью. Еще одного ребенка. Убедиться, что никого не бросили. Мне было нужно убедиться. Киллиан меня отговаривал. Сказал, мы все зачистили. Почему-то... Я ему не поверил. Завязался спор. И вдруг, откуда ни возьмись, разносчик прыгнул мне прямо на спину. Я думал, я выжил только благодаря Киллиану. Хотелось бы мне с тобой об этом поговорить. Так, в шестой записи Антона трудность перед тем, что его отчитали за безрассудное поведение. Да кем Фрэнк себя возомнил? То он, значит, нахваливает мой потенциал, то обвиняет в безрассудстве. Говорит, я подвергаю остальных риску. После того, как в темной зоне мы спасли мать с детьми. Блять, мы же справились, разве нет? Жду безрассудного в успехе. Он начал мне втирать, что метаболизм мой его тревожит. Что я переношу уколы хуже, чем ожидалось. Ты прикинь, пап! Ты к моим тестам вообще было не прикопаться. Как по мне, это у него проблемы. Он просто терпеть не может, когда ему перечат. Тем более, если это делает мелкий пацан. А, прикинь, он меня взял на карандаш. Сказал, будет за мной наблюдать. Да нахуй его! Я ему такое зрелище устрою. Угу, все понятно. Ладно. Так. Так, так, так. Разве не могу вышку активировать? Что-то у меня ощущение, что угол обзора опять уменьшится. Что за фигня? Меньшим. Оооо. Нифига себе. Ой, ну нафиг. Не, просто показалось. Так. Так. Так, стоп, стоп. Как за... А, вот. Один... Залезь, Эйден. Блин. Так. Сюда Наверное туда Так Давай Есть И Ждем Жесть верхатура Так Бум Так Хорошо А девушка ноут луп Есть Ну-ка Еще ингибитор Где-то Фрэнк Я включил антенну Хорошо Сейчас послушаем Что обсуждают эти ублюдки Собери парня И двигайтесь на восток Вальцу Мы должны встретиться Меняют позицию Собираются к вальцу Идут на восток Еще одна антенна Стоит на крыше Жилого дома На пересечении Бульвара Святого Павла и Питт-стрит Прямо у входа В главный канал Включи ее И сможем за ними следить Понял Ага И куда это мне Сюда Хорошо А где там ингибитор-то А он вообще На небоскребе Ну тогда нафиг Полетели Ух Вообще шикарно Судя по всему Полковник Эвакуирует Ренегатов Сперва Электричество Затем Набереги на Централ Луп Теперь вот это Кажется Уильямсу Хочется Воевать Не больше нашего Или Он действительно Собирается Закрыть шлюзы И затопить Город Химикатами Но тогда Его крепость Будет разрушена И в этой Эвакуации Нет смысла Сейчас Мы должны Увеличить Радиус действия Так Что за не то Происходит Не нравится Мне это Неужели Полковник Такой нафиг Сообразительный Башкой Когда у него Все подчиненные Какие-то Конченные Психи Да Вверху То конечно Самые потоки Воздуха Просто бешеные Меня вообще В другую часть Уносят Так Спокойно Ясно Кто там Ну ждите Приказ От меня Не съебаться Козел Че Свали Кстати Я же их могу Теперь крюком Притягивать Точно Не-не-не Стоп 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 Причем Все так Подключаем Фрэнк Я включил Вторую антенну На крыше Были Ренегаты Кстати О ренегатах Я услышал Кое-что Встретимся На бульваре Гаррисона В старых офисах Вальч Придет туда Чтобы Настому касаться Есть новости Об этом Перегребе Нет Но он нашел Кого-то Кто может Проникнуть В базу данных Если узнаешь Что-нибудь Об этом Не будем Перегребе Сообщи мне Пищи дальше Конец Сады Фрэнк Мне нужно К ним Ты сам Все слышал Эйден Вальц Тебя ищет Он узнал Как проникнуть В базу данных Он кого-то Нашел Он слишком Силен А ты Идешь Прямо К нему В пасть Если только Так я узнаю Правду То так Тому и быть А ты Упрямый Шкет Упрямый Как Лаан Буду Так Отправлять Старые офисы На бульваре Гаррисона Господи Их голоса Это просто Нечто Я не знаю Это или в оригинале Так или Скорее всего Да Бле Похоже Инди Начал писать Интересно Что получится Че Ааа Нам же говорил Старик Зайти Доброе утро Эйден Доброе Я вас цветы Сворую Ничего не поменялось Ну ладно Вот голоса Этих Ренегатов Это просто Такая Такой позор Я не знаю Просто стыдоба Ну так Даже в апокалипсе Никто так разговаривать Не будет У них просто Голоса Такие Это Кошмар Какой-то У вас Одно Новое сообщение Конец света Вроде как Номер два И что это? Скандал Загадка тайного резервуара Эль Аквадо Шокирующее открытие Острая нехватка Питьевой воды И борьба за власть Между жителями Базарами Ротвовцами Тяжелым грузом Висят на городе С нас хватит Наш журналист Проследил за незнакомцами Которые появлялись Откуда-то С полными канистрами воды В северном Хаундфилде Ну и кто теперь Сможет отрицать Существование Секретного водоема Эль Аквадо Понятно Так Ну ща будет бойня Видишь? Вальц был прав Эти хуилы Нас подслушивают Сначала его А потом доберемся До этого спеца Из ВГМ Старом Виллидуре И босс будет счастлив Где вальц? Вальц Нам не нужен вальц Чтобы тебя хлопнуть Старый добрый Фрэнк Какой же он наивный Предупреждает людей Болтает слишком много Я это хочу тебе сказать Блин Сука А как их притягивать-то? Да блин Я че их не могу что ли? Да иди нахрен Урод Заколебал махаться Не понимаю Как крюк работает Сука Иди нахер Да уйди Почему ты на месте Встал Сука Эти аптечки Блять Блять Меня просто насилуют Опять А в этот раз Сознание потерял Круто Или нет Чего? Иди нафиг Соединение с службами Да идите в задницу Что-то меня часто крыть На чего Эйден 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 Все хорошо? Думаю Да Вальца здесь не было Я не в курсе Что мы их подслушиваем Знаю Знаешь? Кто-то пытался Меня предупредить Но было слишком поздно Точно все хорошо? Да У меня Был приступ Ренегаты что-то сказали О докторе ВГМ С базара Вальц тоже его ищет Бывший ВГМовец В старом Велидоре Я займусь Кто с тобой связывался? А Ответ тебя удивит Это Хакон Он хочет с тобой встретиться Думал он уехал Но он все еще коптит небо Ждет тебя в церкви На острове Святого Павла Он накопал что-то на Вальца Чем черт не шутит Вдруг он знает что-то Еще на режиме Дагопольской игры Вы что издеваетесь? Вот недавно я кстати и говорю Куда пропал Хакон? Почему ты решил что он что-то знает Алуан? Потому что она охотится за ним А еще Все гораздо сложнее чем кажется Понимаешь в прошлый раз Она пропала Когда этот хуил ее кинул Потому Когда она не отвечает Я начинаю беспокоиться Что все не так просто И здесь замешан Хакон Что значит не так просто? Боюсь она выслеживает Хакона Снова охотится за ним Что значит она может попасть в беду? Знаешь что делала ночных бегунов особенными? Делала их героями Не ингибиторы Не те силы и скорость Что они давали Для ночных бегунов Превыше всего равновесие Самоконтроль Поэтому Лаана не стала ночным бегуном Не из-за возраста Она была быстрее всех Храбрее многих Но так и не достигла равновесия А самоконтроль Круто-то как Не смейся Мы использовали ингибиторы А не они нас Мы ценим не только физические способности Но и ментальную устойчивость Равновесие Физическая сила важна Но именно то Как ты ее используешь Показывает Что ты за человек Поэтому предательство Хакона Нас подкосило Я встречусь с Хаконом, Фрэнк А ты попробуй узнать Что с Луан Но помни Что тебя тоже подслушивают Конечно, Эйден Будь осторожен Кто знает Что задумал Хакон Мне пора В рыбий глаз Удачи Ладно Интересно события Куда Пойду дальше Приступы у меня Еще чаще стали Это нехорошо Ладно Идемте На встречу с Хаконом Что он нам скажет Интересно Если б я его бросил Уже ночь Зашибись Субтитры Давай, Айден, что ты застреваешь в всяких местах. Как же тебя прекрасно, слышу, чел. Охрен. Ну, блядь, давай, застрянь в текстурах, давай, давай. Вот меня еще зомбари сейчас сожрут. Эйден, ты, может, залезешь. Почему ты везде застреваешь, сука? Это про меня? Че, кстати, все в этот собор гребаные идут? Не очень-то хорошее место для встреч. Нормально тут предметы исчезают. Ну, ладно. Ага, круто. Так. Как внутрь-то попасть? А, здесь еще груз есть. Точно. Так, и что дальше? Ага. Походу, сейчас эйв-дроп заберу. Да. Собственно, ремесленника. Есть. Изношенный жилет в армейской... В армейском военном грузе, который сбросили еще во время эпидемии. Ну да, ну да. Что же там еще может быть? Так. На-на-на-на-на-на-на-на-на-выки. Ну, вкачем хп. А я на крюк-то я тоже смогу улучшить. Ага. Спасибо. Господи, да где вход-то? Отлично. Идите в баню. Идите в баню. Ага. Ага. Продолжение следует... Продолжение следует... Но я знаю, что кто-то убивает лучших людей Уильямса. Каждого одним болтом. Похоже на Луан, не так ли? Ладно, Пилигрим, давай к делу. И еще шестеришь на вальца? Хорош болтать, Эйден. Отдай мне ключ. Что? Ключ в АГМ, Эйден. Отдай его мне. Я не хочу с тобой драться. Жаль. Но мне наплевать. Я спас тебе жизнь на базаре. Ты спас мне жизнь, я спас тебе. Мы квиты, что бы ты ни думал, мы не друзья. И не были ими. А теперь отдай мне ключ. Я этого не сделаю. Заберите у него этот явный ключ. Ну ты, сука, блядь, как он. И свалил. Ну давайте. Тревога. Чего? А, я понял. Мне, наверное, надо улучшить крюк, чтобы людей притягивать. Давай, опыщи. Сука. Ну иди сюда. Полудурок. Ой, сколько не посылайте, блин. Я все равно на них доберусь. Я, точнее, все равно одолею любого из вас. Пошел ты. Ну, Хакон, сейчас мы с тобой потолкуем. Неплохо, малыш. Ты сделал себе имя в этой двери. А ты посидел в сторонке, да? Ладно. Если тебя придется убивать, то окей. А такая падла. А вначале-то там, типа, я тебе помогу. Ты не пожалеешь. Обещаю. Тьфу, сука. Никому верить нельзя. Ты этого хотел? Ты правда готов убить меня из-за этого ключа, Хакон? Уже столько людей мертвые. Теперь колесо уже не остановить. Но ты же мог убить меня и забрать его на базаре. Что изменилось? А сам как думаешь? Ты обещал меня вывезти из города. Мы заключили сделку, но ты меня предал. Думаешь, Вальц тебя отпустит? Вот так просто? Ты знаешь, что он сделал с Диланом. И с остальными. Да. Но они все перешли ему дорогу. Дилан его предал. Лукас не отдал ключ. Поэтому... Поэтому ты его убил. Ключ. Это мой пропуск из города. Очень жаль, что придется тебя убить. Ну, пипец. Не, я не верю, что я его убью. Он по-любому выживет. Я... Я чую, что это вранье. Так, стопе. Минутка паузы. Так. Изменить украшение. О. Украшение. Че повесить? Набор ингибиторов. Давай. Красивенькое украшение. О. Имба. Поорудуем мы другим. Та ё... Сейчас, погоди. Да блин, лезь, Эйдан! Да давай, давай, забери. Спускайся и дерись. Эй, я его точно не убью. Сто пудов он свалит. Это ты меня предал, конченный? Где я тебя предал-то? Стоило, дать мне ключ. Ты... Ты... Малыш! Да сараз! Сам виноват, малыш! Пошел ты! Не-е-е-ет! Не думал, что ты стал таким сильным! Хакон! Тебе не уйти! Возможно. Но лучше тебе меня не видеть. Я уже не так красив, как раньше. И мы оба видели твой биомаркер. Ты не успеешь найти меня! Так у меня же ультрафиолет. В смысле не успею найти? Я найду тебя. Где ты? Надеюсь, он не стырил ключ. Где же ты на самом верху? Сколько людей ты предал, Хакон? Килиана, Фрэнка, Луан? Почему ты ее предал? Фрэнк рассказал тебе о телецентре. Сказал тебе, что я струсил, да? Но тут он ошибается. Это действительно было самоубийство. А Луан? Почему ты ее бросил? Что? А об этом откуда знаешь? Просто ответь на вопрос. Я заключил сделку с дьяволом. А у нее был свой собственный ад. О чем ты говоришь? Я ушел, чтобы защитить ее. И если бы остался с ней, Вальц ее убил бы. Зачем ты вообще с ним связался? Почему предал Фрэнка? Я не... Я не предавал Фрэнка. Я пытался все исправить. После истории с телецентром я собирался шпионить за Вальцем, но он что-то заподозрил. Угрожал убить Луан. Теперь уже поздно. Ты умрешь, парень! Я тебя прикончу, Эйден! Да-да-да. Серьезно? Я его убил? Почти, Хакон. Я этого не хотел. Фрэнк, это Эйден. Хакон мертв. Ох, блядь, нет. Я так и знал. Ладно. Приходи в рыбий глаз. Я разузнал еще кое-что о Вальце. Он собирается в старый Велидор. Тот, кого он искал, врач из ВГМ. Это связано с базой данных? Да. И я думаю, я знаю, кто ему нужен. Я попытаюсь связаться с ней по рации. Блин, серьезно? Я его убью? Мне что-то вообще не верится. Я думал, он до конца, блин, будет жив. Я заберу этот ключ, Эйден. Хватит, Хакон. Ты не в состоянии драться. Скоро мы это выясним. Так ведь? Хакон, давай поговорим. Это бессмыслица. Бегуны ничего для тебя не значат. Ты не хочешь все исправить, Хакон? Уже ничего не исправишь. Ночных бегунов давно нет. Что бы ни говорил Фрэнк, ему не воскресить мертвых. Хотя это красивая мечта. Что на самом деле происходит? Фрэнк сказал, ты бросил бегунов. С тех пор я каждый день задаю себе вопрос. Остались бы в живых мои друзья, если бы я пришел. Я знаю, что не могу никого вернуть, но я дал клятву. Я докажу Фрэнку, что я чего-то стою. Илон. Я больше не хочу драться, Хакон. Я тоже, малыш. Я тоже хочу сказать. Я так устал. Так чертовски устал. Я уж боялся, что придется самому учиться серфингу. Спасибо, что подготовил его. Вот и мой солнечный лучик со смертоносным арбалетом. Заткнись нахер. Хорошо, что ты меня не прикончил, Эйден. Иначе бы она взбесилась. Луан? Как ты... У меня свои связи. Попробуй остановить меня, и мы больше не друзья, Эйден. Смерть Хакона тебе не поможет. Тебе-то откуда знать? Я знаю о бегунах. Фрэнк рассказал о том, что прошлое нужно отпускать. Ему ли говорить? Но он смог. И ты тоже сможешь. Так ведь? Луан, он хотел защитить тебя. О чем он говорит, засранец? Он связался с Вальсом, чтобы за ним шпионить. Эйден, заткнись. Но прекратил, потому что Вальс грозился убить тебя. Чушь собачья. И я знаю. Хватит мне врать! Луан! Вранье. Убирайся отсюда. Ты... Ты уверена? Уходи, пока я не передумала. Прости. Как ты? Не знаю. Я чувствую облегчение. Какое-то спокойствие, наконец. Но... Но я должна была его убить. Он был в моем списке. Он все еще в нем. Так выбрось свой список. Этот список моя единственная цель в жизни. Выбрось его, Луан. Думаешь, знаешь меня. Пошел ты. Луан, стой. Да и... Трион, ботон! Ну... Ну, почти получилось. Я вовремя вспомню слова Фрэнка. Чтобы остановить Луан, когда она захочет отомстить. Что это не выход. Чтобы ее демоны не поглотили. Блин, все-таки я бы не убил. Да, да. И в итоге... Все very good. Эх, но чую... Чую в конце будет что-то... Либо она в итоге убьет. Либо я ей помешаю это сделать. Либо они оба будут живы. И в итоге помирятся. Хороший расклад и такой будет стать, если чего. Ну, я не знаю, что там вообще в финале. И понятия не имею. Ну, господи, надеюсь, найдется его простить и выкинуть этот сраный список. Ну, ладно, друзья. Время серии подошло к концу. Здесь самое время, чтобы нам приостановиться. И продолжить уже в следующий раз. Надеюсь, что вам это понравилось. Если это так, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Делитесь с друзьями. Оставляйте комментарии. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Скоро увидимся. Пока. Добро пожаловать в рай. Ты знаешь девочку по имени Мия? Мия? Нет. Кто это? Моя сестра. Нет, не его! Валь забрал ее много лет назад. Поднял ее у меня. А теперь я хочу, чтобы он сказал, где она сейчас. Ну, такая информация дорого стоит. Слабые. Просто сдаются. Отлиги их! Им на все плевать. Плевать на жизнь, а на тебя? Тебе не плевать? Отпусти его! Движись, а он умрет! Отпусти его! От имени всех местных шлюх, бандитов и придурков. Я нарекаю тебя гражданином Велидора. И именем закона ты прегываешься в смертной казни, как предатель. Иногда, чтобы остаться в человеке, можно стать монстром. Ты мучаешь нас, причиняешь мне боль! И что? Настя разделит. К черту план, мы не знаем, что там. Ты ничего не понимаешь. Меня! Эйден! Мальчик притворяется взрослым. Сынный маленький мальчик.